Иди сюда, Потя, ты что натворил, вот это вот кто сделал, вот это иди сюда, куда пошел, иди сюда, вот это кто сделал, вот это вот, вот это черное, почему, это от кого, куда ты уходишь, чувствуешь свою вину, давай, давай отсюда, так уважаемые друзья, здравствуйте, с вами Евгений Филимонов, вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик, снес я сегодня можжевельник один, вот у меня тут стоял ряд, можжевельников было 10 штук, один можжевельник снес, потому что он плохо себя чувствовал, ну он уже доходил, как говорится, спасать его было бесполезно, примерно я знаю от чего это, я в дальнейшем расскажу, мы уже рассадились на том участке, сейчас идет очень глобальный переезд туда, здесь буквально останутся, вот если можно видеть, там три грядки, три грядки и туи, а здесь у нас сегодня можжевельник скальный, он любит солнце, поэтому садите его на солнце, в тени он погибает, сейчас мы занимаемся двором, тут идет обрезка, я хотел рассказать, вот я снес можжевельник, он был здесь, дело в барабанте все было, барабан был полностью, это сейчас я его маленько обрезал, можно видеть, то есть сполы, кстати предлагайте свои варианты по верхушке, что с ней сделать, как ее обрезать, я считаю грибком таким, сляпку сделать и довольно таки нормально будет, ну так тоже неплохо, ну был вариант снести его тоже, чтобы он другим можжевельникам не навредил, ну сейчас вот я или повыше его обрежу или что-нибудь с ним сделаю, ну в общем как-то так что-то будет с ним, можжевельник рос здесь, барабан закрывал, света почти не было, у меня два можжевельника росли тоже в тени, тоже скальные, тоже пришлось их выкопать, поэтому скальный можжевельник всегда нужно садить на солнце, все хвойные любят солнце, поэтому, а пока они переживаются, естественно нужно притенять и поливать их, соответственно делать все, что вы делаете, ну брабант, брабант останется пока что жить, сейчас мы посмотрим, тут у нас сосна крылья, нет не крымская, это сосна у нас горная, сосна горная Могус, она тоже разошлась и тоже ей мешал брабант, видите тут полностью упирал сюда, она практически не шла, и вот она тоже разошлется, я не знаю что, или я можжевельники пересажу в следующем году, или что сделаю, но пока что так, это видео спонтанное, я снимаю просто чтобы показать вам чем мы занимаемся на данный момент, тут обрезки еще много чего надо делать, вот эту я обрезку, ежегодно я делаю, вот это уже заросла ступенька, здесь у нас траву еще дергать, сейчас у нас просто появилось свободное время, вот ветка можжевельника, у нас когда был снег, всю зиму они простояли, сейчас ветка торчит, сейчас я не знаю куда вот ее деть, чтобы ее не было, здесь у нас ель зеленая приживается, здесь ель колючая, тоже зеленая из семян, ну я думаю нормальные люди поймут мой сарказм, так теперь у нас тут у нас, тоже надо обрезать сосну крымскую, сосна крымская, кстати, самая наименьшая доставляет хлопок, ее присыпал и забыл, вот здесь вот у нас еще не присыпаны, так все что мог я присыпал, но где-то не проблема, тоже ее надо приводить в порядок, туя колоновильная пойдет у нас на тот участок, так, можжевельник виргинский шаром, тоже обстригаться будет, эти шарики из брабанта пойдут на тот участок, эта елка кстати тоже пойдет на тот участок, сосна тоже пойдет на тот участок, это тоже шарик не обстриженный, еще бересклет не знаю, посмотрим что нам сделать с этим, вообще здесь наверное всю эту конструкцию буду сносить, вот опять гром у нас гремит, но не пойму, так вот можжевельник, вроде бы он живой, но как и я говорил, он цвет совершенно поменял, или цвет вот свежего можжевельника, или его, спасать его я не видел смысла, скорее всего грибок, который поразил его полностью, из-за этого он и умер, я не знаю, будем смотреть в принципе, жалко конечно, но что сделаешь, как бы хватает на все, не хватает времени, поверьте мне, очень трудно за всем уследить, я видел, что ему плоховато, но тогда времени с ним возиться не было, даже просто опрышкой, вроде бы кажется чем-нибудь, хотя бы что-нибудь придумать, гром гремит явно недобро, поэтому скорее всего будем сворачиваться, да, хотел ответить на пару вопросов ваших, когда начнется прием заказов на нашем сайте, прием заказов начнется на примерно 1 июля, может быть раньше, следите за сайтом, подписывайтесь на каналы Дзен, Ютуб, Телеграм, всего, что у нас есть, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, но лучше, самая актуальная информация, конечно же, будет на сайте, сайт наш хвойный дворик, вбивайте в Яндекс, находите и все там у вас высвечивает, сейчас идет редакция прайса и всего-всего, все, что есть на сайте, так, там у нас, вот еще хотел показать вам тую, и лоу-риббон сюда пересадил, потому что, ну, не вариант ей быть там, там она была под можжевельником, опять же, скажу, что можжевельник, этот участник, можжевельник прошлого видео, вот здесь она была, где, кстати, можжевельник сейчас маленький сидит, а этот можжевельник, он тоже разросся, его, я не знаю, может быть, один ярус снесу, может быть, два яруса снесу, а может быть, наоборот, два яруса верхних оставлю, а третий внизу снесу, ну, и многое, что здесь уйдет на черенки, поэтому многое все будет делаться, сейчас мы там досажаемся на участке, там осталась одна грядка, засадить ее, мы тоже можжевельником, будем пытаться пересадить виргинский можжевельник, и потом уже затем, я уже займусь сайтом, и там буду выкладывать все, что есть у нас, а вот опять пришел наш друг Пантелеймон, который наглым образом спрятался, потя, что ты боишься, грома боишься, так давай шурши отсюда, итак, ну, на этом, уважаемые друзья, все, тую я не собираю, так она разляписта, потому что, ну, сейчас нету времени, если честно, как только появится время, я тут всю траву мы вырвем, сосны в порядок опять, как я сказал, приведем, ну, то, что будет пересаживаться, я сказал, это, конечно же, будет пересаживаться осенью, осенью опять побольше времени, там меньше посадок, меньше пассива, а можжевельник этот будет стричься, конечно, сейчас он разляпистый, неровный, но я его приведу в нормальную человеческую форму, и он будет прикрасен, так, здесь у нас осталось еще перенести, ну, это осенью и весной, скорее всего, ту, якого она видна, это уже будет четырехлетка, это сейчас она такая вот, ну, а там она пойдет, конечно, побольше будет, к осени она очень большая уже будет, сантиметров сорок, это примерно точно, ну, так, вот такая трагедия у меня с лучевой, с можжевельником, что хотел рассказать, и уважаемые друзья, не сажайте близко, чтобы потом не сносить и не мучиться, как я, когда-то, лет десять назад, я тут много чего насажрал, поэтому сейчас имею небольшие проблемы, если вы работаете, вы заняты, сажайте то, что буквально, зачем вы или нанимаете человека, чтобы он за ним ухаживал, потому что так самим это все равно вы пропустите где-то, даже у меня, как говорится, нету времени на то, чтобы привести в порядок двор, привести в порядок все деревья, некоторые не охота резать, потому что там пойдет много на черенки, вот сосна веймутова, сколько я ее не прищипывал, она прищипывается, чтобы она не торчала, просто она же очень большая будет, вырастет, я боюсь, что, ну там у нас елочка вот осталась тоже, вот буквально, елочку я снимаю и, наверное, на этом все, тишь прекрасный, тоже будет черенковаться, ну что вам еще показать, что я могу сказать вообще, так, наверное, сейчас я ничего вам не скажу, потому что начинается дождь, хотел еще про сосну крымскую рассказать, вот она стоит, ей уже 15 лет тут, ее буквально прищипываешь за 5 минут и все нормально становится, и она прекрасно выглядит, она выше не становится, ее ровесники уже давно-давно за 5 метров, ну на этом все, так как начинается дождь, всего доброго, понравилось видео, не понравилось, напишите в комментариях, ну кое-что, может быть кто-то для себя новое подчеркнет, всего доброго, удачи, с вами был Евгений Филимонов и вы были на канале Питомника Хвойный Дворик, удачи всем! Да, вовремя мы заскатили, дождь такой, что вообще кошмар, но зато польет все, АПЛОДИСМЕНТЫ